Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат, мы на сайте Ческом и занимаемся анализом Блиц-партии, сыгранных против титулованных игроков. И в очередной Блиц-партии мне выпало сыграть с международным мастером из Сербии под ником FC Liverpool. На самом деле, под этим говорящим никнеймом скрывается международный мастер Авдеян Павлович, вот его профиль Фиде. Видимо, очень крепкий игрок с рейтингом за 2400. Итак, что же случилось в нашей партии? Играл я черными, ну а мой соперник сыграл Д4. Е6, КНФ3, Д5, Ж3, Е5. Здесь я решил применить голландскую защиту, систему каменная стена. Слон Ж2, КНФ6, 2, 0, Слон Д6, С4 и С6. Именно вот такое построение характеризует систему каменная стена в голландской защите. Ну понятно, что таким образом черные захватывают пространство, но существенным образом ослабляют пункт Е5. Далее, Б3, идея белых понятна, они хотят сыграть слон А3 и разменять чернопольных слонов, что еще больше ослабит указанный выше пункт Е5. Ферзь Е7 не давая сыграть слон А3. Слон Б2, белый ограничивает с этим ходом. 2, 0, ферзь С1. Возобновляем идею слона А3. Но такой маневр связан с значительной потерей времени, поэтому так рекомендовать белым играть нельзя в дебюте. КНЕ4, СЛОН А3, КНД7, КНЕ5. Взяли, 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 забрали. Но вот здесь такой ход, как КНЕ5, не самый, видимо, лучший, хотя машина, видите, и дает рекомендацию КНЕ5. Дело в том, что этот КНЕ4 находится в таком выдвинутом положении и где-то может быть согнан ходом Ф3, что дальше поможет белым сыграть Е4 и вскрыть центр. Так или иначе, я сыграл КНЕ5, ДЕ, СЛОН Д7. Далее последовал ход КНЦ2. Ну, не знаю, такой ход КНЦ2 возможен, конечно, но можно было сыграть уже здесь, Ф3, ну и дальше здесь сыграть Е4. Далее я сыграл КНЕ5, перебазируя сразу этого коня. Ну, видимо, не было необходимости в этом ходе. Я просто боялся, что белые сыграют Х4 и где-то защитят пешку Ж3 и сыграют Ф3. Хотя здесь уже назревают где-то ходы Ф4 из-за черных. И дальше, как вы увидите, этот ход пройдет. КНЕ5, ФБ2 и вот здесь уже я играю Ф4. Нужно отметить, что в этой позиции лучше было сыграть Е3 за белых. То есть машина тут не сразу выводит этот ход на первую линию, но все-таки Е3, ограничивая возможности черных, вскрыть игру на колецком фланге путем Ф5-Ф4. Но ФБ2 и здесь я сыграл Ф4. По опыту скажу, что в этой системе, если черным удается продвинуть пешку Ф с поля Ф5 на Ф4 и при этом не ослабить существенным образом свою позицию, то, как правило, это для черных хорошо. Далее последовало КНЕ4 и я сыграл ФФ7. То есть переводим Ферзя на королевский флаг, на Х5 возможно, где-то может быть КНЕ5 здесь ход будет. Ну и далее последовало Х4, я вернулся на Е4. Ведь Ферзь занял поле Ф7, теперь КНЕ5 приходится играть обратно в центр. Ну, невнятный маневр КНЕМ, честно говоря, но тут ничего пока плохого нет. Дело в том, что я напал на Ж3 КНЕМ и ПЕШКОЙ. Поэтому далее последовало взятие. Белые не хотят связываться с этим КНЕМ, бьют. И таким образом у черных слона Д7 оказался плохим. Но на самом деле главный фактор оценки этой позиции, это вот эта вот немножечко ослабленная перешечная структура белых на королевском флаге. Здесь мы видим, что машина рекомендует сыграть Е3, препятствуя возможному вскрытию игры. Е3 был ход лучше, но белые сыграли С5, номереваясь полностью за КНЕ5 этого слона на Д7. Ну, понятно, что белые опасались хода С6, С5 и дальше слон С6 с активизацией этого белопольного слона. То есть он бы здесь очень хорошо давил по диагонали С6, H1. Е3. Именно так я сыграл, на этот ход было все рассчитано. Видите, вот такое вот двойное пешечное напряжение делает возможным вскрытие на королевском фланге. Вскрытие игры. И сразу же видим оценку уже в пользу черных. Тут и Ж4 какой-то ход, и ФБ1. Ну, белые пробили ФЕ, и здесь запланированный ход ФЖ6. Черные вскрывают игру. Конечно, бить пешку нельзя было ни на Е3, ни на Ж3 ввиду связки. Поэтому ФЖ6 сразу же развязываемся, и сразу появляются возможности взять пешкой. Ну, а самое главное, это взять ферзем на Ж3. Последовал ладья Ф3. Хороший ход. И ФЖ. Король Ж2. Идейное продолжение. Дело в том, что в каком-то варианте уже будет далее возможен ход ладья Х1. Даже если пешка на Х4 у нас погибнет, то ферзь на Х4 себя будет чувствовать неуютно. А ладья на Х1 будет давить на пункт Х7. Дальше последовал ход ФЕ4. Мне этот ход во время партии очень понравился. Дело в том, что я атакую сразу две пешки на Х4 и на Е5. И одновременно связываю ладью по диагонали Х1, А8. Король, вернее, конь Ц2 в этой позиции сыграл мой соперник. И нужно сказать, что это серьезная ошибка. В чем же здесь дело? Дело в том, что здесь плохой слон на Т7 получает возможность активизации. Здесь нужно было мне сыграть слон Е8, переводя слона на пункт Х5. И таким образом нападая на ладью Ф3. Таким образом черные выражали выиграть качество. И совсем непонятно, как же здесь развязываться. Ведь ферзя здесь атаковать мы не можем путем ферзь Д4. Потому что конь на Ц2 провисает. Вот такой ход был. И так я мог быстро получить решающий перевес. Но игра продолжилась. Я не увидел этого маневра. Я сыграл ладья Ф5. Но понятно, что в этой позиции не надо было играть конь Ц2 белым. Лучше было сыграть ферзь Ц2. Видим, что компьютер тоже показывает, что такой ход есть. Дело в том, что если здесь побить на Х4, то последует запланированный ход ладья Х1. И проблема на пункте Х7 у черных будет очень большой. И ферзь Ц2, и ладья с Х1 будут атаковать эту пешку на Х7. Но конь Ц2 и ладья Ф5. Так я сыграл. Видите, усиливаю нажим на пешку Е5. И подготавливаю сдвоение ладей по линии Ф. В принципе, тоже хороший ход. Ферзь Д4. Наверное, все-таки белые зевнули коня на Ц2. Иначе довольно сложно назвать хорошим этот маневр. Потому что после ферзь Ц2, если бить на Д7 в этой позиции, то, конечно же, ослабляется пешка на Е2. Ну и здесь следует ферзь Е2. И теряется ладья на Ф3. Видите, что ладья Ф2 ходить нельзя. Тут будет бита поле. Ну а после король Ж3 теряется ладья. И там скорый мат белому королю. Поэтому пришлось бить здесь. Пока белые остаются без фигуры. Я взял ферзьем. И здесь грозит вторжение на поле Ф2. Поэтому следующий ход вынужден. И снова пошел на Ц2. Этот ход я видел. И здесь я отдаю фигуру обратно. Но создаю решающую атаку на короля белых. Далее последовало ферзь бьет Д7. Ну машина, видите, пишет, что лучше король Ж3. Но понятно, что в таком случае белые оставались просто без фигуры. Я отошел бы слоном на Е8. Поставил бы его на Ж6. Ну и здесь вопросов никаких нет. Ферзь бьет Д7. Сыграл мой соперник. И после ферзь Е2 не нашел ничего лучше, как получить мат. Понятно, что выбор у белых небольшой. Или же взять на Ж3 и остаться без ладьи. После ферзь бьет Ф1. Или же так сыграть, как он сыграл. И после короля Ж1 получить мат Ферзь А2. Вот такая довольно интересная с точки зрения системы каменная стена в гладской защите партия. Надеюсь, что эта партия вам понравилась. Ну вот таким образом удалось выиграть у международного мастера в режиме 3 минуты на всю партию на сайте ЧСКО. Спасибо за внимание. До свидания.